Я приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Сегодня важные геополитические темы и внутриукраинскую кухню со мной будет обсуждать Вадим Карасёв. Вадим, я рада вас приветствовать. Здравствуйте, я приветствую вас. В общем, будем сегодня заниматься политической гастрономией. Ну раз уже про кухню, внутриполитическую речь пошла. Вот и про внутриполитическую кухню в последнее время страну сотрясают коррупционные скандалы, следствием которых стало увольнение ряда топ-чиновников, которых мы уже обсуждали в предыдущих эфирах. Особенно крупный скандал произошел в Минобороны Украины с закупками продуктов по завышенным ценам для ВСУ. И на фоне этого фракция «Слуга народа» объявила о решении об отставке рейсникова с поста министра обороны. Однако затем глава фракции Рахамия сказал, что министров в ближайшую неделю менять не станут. Слуги озвучили несколько версий, в чем причина задержки. Одни говорят, что она чисто техническая, другие говорят, что сейчас не на часе менять правительство. Вадим, как вы думаете, по вашему мнению, какая главная причина отложения этого вопроса? Неожиданный визит в Киев к министру обороны Германии Престориуса. Вот и все. Ну как бы он сегодня приехал, во вторник. А у него же график, наверное, был согласован, график. А министра обороны сняли. А так фотография, вот только что видел фотографию, заселфились они, так? Министр обороны Новый и Резников с игрушечным танком в руках. Поэтому, если бы я давал название нашему видео, я бы большими буквами написал. Престориус спас, или Песториус спас Резникова. Министр обороны спас, ФРГ спас министра обороны Украины, это спас. Ну, это, наверное, это так. Раз Арахамия сказал, что сейчас вот не время, вот в ближайшее время или на этой неделе снимать Резникова, значит, наверное, вот учитывали этот фактор такого ожидаемого, но, тем не менее, и несколько неожиданного визита министра обороны ФРГ от Киева. Ну, вы говорили там о скандалах, сотрясают скандалы коррупционные. Ну, я бы так сказал, что они не такие уже скандалы, скандальчики. Так, что-то было известно, что-то уже давно было в разработке. Просто я бы даже сказал, что вот этот скандал Минобороны вокруг, Александра Леева. Так, да наезд на Резникова, скорее всего. Понятно, почему, потому что, очевидно, хотят все-таки поменять министра обороны, руководство Министерства обороны. Где-то ослабить влияние главы офиса президента Ермака на Министерство обороны. Так, и не только по военным, скажем там, каких-то военных целях. Но надо же еще понимать, что Министерство обороны – это крупнейший бюджетополучатель. Ведь сейчас огромная часть государственного бюджета и разного рода помощи, она идет по линии Министерства обороны. Там огромный военный бюджет. Понятно, что есть коррупсогенный фактор и, скажем так, борьба кланов за влияние на Министерство обороны. Но если вот сейчас посмотреть общую картину, на общую картину сегодняшних назначений и предыдущих отставок, то понятно, что это было падение клана Тимошенко, Кирилла. Вместе с его увольнением, хотя это самоувольнение по форме, но фактически это увольнение, были уволены и те главы областных администраций, которых связывали именно с Кириллом Тимошенко, с Великим Будемництем. Наверное, там МАБУ пока только Национальное антикоррупционное бюро и наши западные партнеры показали небольшую часть, скажем так, надводную часть вот этого коррупционного айсберга, который разросся, вырос, распух во время реализации проекта Великим Будемництем. И в какой-то степени продолжался и во время войны. А на смену им пришли губернаторы-силовики, посмотрите, глава, ну, рекомендованный Кабмином для утверждения президентом, глава Днепропетровской, обл. администрации Запорожской, Херсонской, все выходцы из СБУ, группа Альфа, антитеррористические центры. То есть это силовики приходят к власти. Понятно, что военная война, военно-цемильная администрация, Херсон, Днепропетровск, Запорожье, Днепр, Днепропетровская область, Запорожье находится или при фронтовых зонах, или непосредственно, скажем так, на фронтере, если взять Херсон, и тут нужны люди военные. Но это не военные. Это люди в погонах, силовики. Это СБУ. Это специальная служба. Это кто-то из них близок к нынешнему, утвержденному сегодня, или проголосованному сегодня в Верховной Раде, новому главе СБУ, Василию Малюку. И, кстати говоря, интересно, что во время голосования в зале Верховной Рады был и президент. Значит, это очень передается значение этому голосованию. Какое? Так, на высшем уровне. Вот. Это укрепление нынешнего главы СБУ, который сегодня уже стал полным, скажем, главой СБУ, а не с приставкой там его. Это укрепление Ермака, главы Офиса Президента, на которого ориентируются новые руководители силовых ведомств СБУ. И сегодня Рада утвердила и проголосовала за министр внутренних дел. Все-таки решили не рисковать гражданским человеком. Я говорил о том, что рассматриваясь кандидатура нынешнего главы правоохранительного комитета Юноушеса, бывшего юриста квартала 95. Но вот Клименко, его министр внутренних дел, выступил с такой нескольким формированием таких вот таких наступательных отрядов или штурмовых отрядов для освобождения территории именно в рамках национальной гвардии. Ну и решили, что все-таки на данном этапе все-таки министерства, которые, ну, по идее, в мирное время должны возглавлять политики, то есть люди не военные, так, потому что это политический должность, должности министра и даже глава СБУ, это политическая должность. Тем не менее были назначены люди в погонах. Не исключаю, что через какое-то время, возможно, и Резников будет заменен, сменен вот на человека в погонах. Возможно, как бы там кандидат, который рассматривается, косменщик Резникова, Буданов, станет цивильным человеком, потом уже будет утвержден министром обороны. Но, знаете, почему пока Резников удержался, я сказал, так, почему все-таки был на него наезд через людей, с которыми он работает, через главу там департамента, например, через того же Александра Леева, так, потому что видно, что там во многом искусственно это все было создано. Но создано кем? Создано теми глошными организациями в Украине, которые ориентироваются, ориентироваются или даже, скажем, спонсируются, поддерживаются нашими западными партнерами и друзьями. Потому что начиналось это расследование или информация о нарушениях в системе закупок для вооруженных сил Украины, продовольствия и военно-технических закупок с информацией НАБУ. Потом это раскрутили журналистские расследования, Центр протегии коррупции и так далее. Понятно, откуда ветер, ветер западный, умеренный пока, до сильного, как там перефразирует песню, ветер северный, умеренный до сильного. То есть ветер западный, умеренный до сильного. Значит, это пожелание, скажем, западных партнеров, чтобы министр обороны произошли изменения в Министерстве обороны. Конечно, если это будет, то понятно, что это... Ну, я бы не сказал, что это большой удар по Ермаку, но это, конечно, будет для него не очень приятная новость. Я бы говорил о том, что Резникова и Ермака связывают давние хорошие отношения, дружеские, товарищеские, не знаю, корпоративные, потому что это одна адвокатская, скажем так. Комьюники адвокатская, юридическая в Украине, связи старые, давние, проверенные. Но, возможно, кого-то усиление Ермака не очень нравится. И, учитывая то, что все-таки вероятный сменщик, вероятный сменщик Резникова, которого... Буданов, Кирилл Буданов, внешний глава военной разведки, и тот, кто... И Давида Рахами, который анонсировал вот это, именно изменения в Министерстве обороны, именно на этом он акцентировал. Вот хотят иметь, ну, скажем, альтернативный доступ к президенту и канал донесения информации. Сколько, наверное, все-таки наши западные партнеры хотят уравновесить. Влияние нескольких групп... Влияние, извините за топтологию, в ближайшем круге президента. Рахами также заявил о том, что Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по Рамштайну, необходимость поднять министерство, которое должно делать больше. Это он написал в своем... Давида Рахами написал в своем телеграм-канале. Позже Резников это все опровергнул, сказал, что это неправда. Как вы думаете, зачем это делается и абсолютно никак не согласовано с тем же Резниковым? Абсолютно разная информация. Ну, это, я думаю, игра на опережение. Засветить информацию, сделать ее как бы уже неизбежной для того, чтобы маховик вот этого кадровой смены в Министерстве обороны и отставки Резникова закрутился в таком темпе, что его уже остановить было бы трудно. Ну, вот остановили. Еще раз говорю. Может быть, потому что к нам приехал министр обороны Федеративной Республики Германия. Так, и все-таки министр обороны мог бы встретиться и может встретиться с кем угодно, но он, министр обороны, должен встретиться с моим визави прежде всего. Если министр обороны страны посещает Киев, значит, он должен встретиться прежде всего с министром обороны, а не с отставленным министром обороны или с новым министром обороны, которого в срочном порядке Верховная Рада проголосовала и утвердила, но который еще не знает материю, не знает текстуру и контекст принятых решений или принимаемых решений. Ну, кем более, действительно, это же как бы эхо последнего бронетанкового Рамштайн приезда Престориуса. Поэтому вот хотел быстрее-быстрее, как говорится, цигель-цигель-цигель, но не получилось. Поэтому, думаю, засветили такую информацию, которую, может быть, Резников и не знал, для того, чтобы поставить перед фактом. А может, Резников знал, но, видя, что ситуация складывается пока в его пользу, вот выступил с заявлением, что он не слышал об этом, не знает, и это нелогично. Понятно, что если будет смена министра обороны или отставка Резникова, когда его отставят, пока его оставили, а не отставили, то, думаю, что все-таки он в обоиме останется. Ну, по минимуму Ермака. Может быть, скорее для него, это Министерство юстиции больше. Там так подходит. Министерство стратегических отраслей промышленности. Ну, не знаю. Просто, что если говорить о Рамштайн, о саммитах или согласованиях в рамках Рамштайна поставок техники, то работали над этим все-таки военно-технические эксперты. А Резников выполнял роль военно-дипломатического прикрытия или военно-дипломатического лоббирования. Ну, такая как бы военная дипломатия. Причем достаточно, скажем так, интересно и влиятельно, и важно. Потому что ключевой сегодня внешнеполитический трек Украины, внешнеполитический, который координируется и исполняется Министерством иностранных дел. Это военная финансовая помощь Запада Украины. А этим занимался министр обороны. И это покруче. Внешняя военная такая, внешняя политика, вот, извините, вот такие как бы получаются странные трансформеры, так, или гибриды. Они, конечно, даже на задний план потеснили или вытеснили Министерство иностранных дел, которое там делает заявления в Твиттере, в Фейсбуке, еще какие-то вещи. Но реальная военная дипломатия в руках Офиса Президента, самого Президента и Министерства обороны, частности, Министра обороны, которые были сосредоточены на повестке и реализации повестки Украины на саммитах Рамштайна. Даже посмотрите, вот, последнее фото из саммита Украины и ЕС напротив фрау Дерляйен, Урселы фон Дерляйен, Шарль Мишеля, руководство Европейского, Европейской комиссии, Европейского совета. Сидит президент Ермак, рядом Стефанишин, вице-премьер по интеграции и аж сбоку там за Стефанишиной и министр иностранных дел Кулепа. Тоже как бы красноречивое фото. Вот она гуляла по интернет-просторам Украины. Так что, пока история с Резниковым, она не закончена, пока его оставили, они отставили. Но, поскольку Арахами засветился, вот с таким анонсом, таким гучным, таким громким анонсом об отставке Резникова и замене его Гудановым, и то, что все-таки под Минобороны будут и дальше копать, а это стало и, наверное, какие-то новые отставки там будут, и дальше будут какие-то расследования, то, наверное, все-таки будут эту историю дожимать до конца, нажимать на все педали, на все там клавиши, на все инструменты, какие только возможности для того, чтобы министр обороны был отправлен в отставку. Вадим, в феврале состоится девятая встреча в формате «Рамштайн». Если сравнивать, когда была восьмая встреча в формате «Рамштайн», это громкое расследование о коррупции в Минобороны, то его опубликовали после встречи. Может ли быть такое, что Резникова отставят после встречи в формате «Рамштайн», если ему все-таки не удастся, например, договориться об авиации? Это станет прецедентом его отставки. Или же, например, говорить о том, что если Резникова все-таки уберут, то он займет место, например, в юстиции. А если все-таки его убирают, то значит должны открыть какое-то уголовное дело. Он должен идти по какой-то статье, если он подозревается в коррупции. Либо по какой причине его могут все-таки уволить? Нет, ну он вряд ли открыто будет дело, он не подозрение. Думаю, что будут по окружению бить или там по команде министра, которая с ним работала или еще продолжает работать в министерстве. Но по нему нет. Так что не в этом дело. Тут действительно надо разобраться, как найти время и то, что называется таймированием отставки. Тайминг отставки. Почему? Потому что если Рамштайн 14 февраля, это ровно через неделю, да, или нет? Да. Ровно через неделю. Значит уже надо, во-первых, сейчас склынет поток негативной информации, потому что как создавать репутацию негативную министру обороны, который приедет, Рамштайн и с очень важной миссией добиваться согласия на самолеты, значит уже не получится. Если говорить о том, что не справился как бы и после этого, ну это же понятно, что не в его силах сейчас, если не получится там получить добро на самолет или обещание хотя бы, то же не в его силах. Это очень сложное, серьезное решение для Запада. Это тут сильный, слабый министр и так далее, это не от него зависит. Поэтому конечно где-то могут вписать скажем так минус в табличку плюсов и минусов за отставку, за продолжение отставки, но решающим конечно это не будет. Думаю, что решающим будет все-таки две вещи. Первое, это как Запад к этому отнесется в целом, военно-экономическая помощь его. Второе, какие все-таки будут обнародованы или расследованы, положены на стол например, высшему руководству страны и западным нашим партнерам. Факты достаточно убедительные. Не просто журналистские расследования, интриги, скандалы, расследования, а факты коррупции. это два, но как бы там ни было, но вот мы говорили на прошлой неделе, что в Украине как раз в те дни, во вторник, были три генинспектора, главные инспектора, Пентагона, Госдепа и САИД, агентства по международной помощи Америки. Но вот они выступили пару дней назад с общим заявлением, что никаких таких особых факторов коррупции и так далее не обнаружили. Значит, уже так есть. Ну и третье, какая борьба все-таки двух групп влияния в президентской команде. Как дальше? Их уравновешивать? Либо если вот все заморозится на этой, скажем так, линии, вот Резников остается надолго, плюс министры-силовики, глава СБУ, силовики-губернаторы новые, Запорожье, Днепр, Сомы и Херсон. Это достаточно серьезное укрепление Ермака. А если все-таки предположить, что Резникова снимут, его место займет Буданов, в бюджет гуляет мнение о том, что это может вызвать его личность на профессиональный конфликт с главковым ВСУ, заложенным имеется в виду по принципу два медведя, в одной берлоге не живут. Как вы это прокомментируете? Как будет, по вашему мнению, развиваться ситуация? Вот это с медведями мне не нравится с эндологи. Медведи – это не наши. Медведи – это на севере. и берлоги там. Поэтому думаю, ничего страшного. Как так? Буданов медийная такая медийная политическая фигура. Давно уже перешел в рамки числа служебного профессионального разведчика. Хотя разведка, она это же нелегальный шпех. военная разведка – это и политика. Во многом политическая вещь. Она затрагивает политику. Ну, ничего, тоже может быть. Тут просто выстроится, скажем так, более сбалансированная линия. И, скажем, полувертикаль Хермака и новая вертикаль. Скажем так, новый министр обороны, главком Арахамия, например, глава фракции нашей Украины и ряд других лиц из ближнего круга президента. Поэтому, да, могут быть какие-то, скажем, я бы не сказал конфликты, но могут быть трения. Ну, если это на пользу дела, ради Бога, нельзя, чтобы все было в одном монологии. Так, монологичности, монотонии, монократичности. Поэтому, все, я смотрю просто, что меняется элита. И тоже не надо преимуществовать там самостоятельную политическую роль главкома заложного. Я давно слышал, скажем, из надежных, как говорится, джерел, что в случае выборов заложный может и возглавить список слуг народа, или быть первым лицом в списке слуг народа. Так что такой вариант. Ну, не слуг народа, это же будет команда Зеленского, команда Зе, а не слуга народа. Так, но тем не менее. Вот, преувеличивать это не надо. А вот то, что все-таки власть постепенно военизируется, или, точнее, даже так, военные лидеры становятся политиками, и все больше и больше превращаются в политики. Ну, понятно, война это всегда военное лидерство, так, или глава военной разведки, или там глава СБУ, или там глава лавком вооруженных сил. Вот они становятся уже и политизируются частично, вот включаются, постепенно инкорпорируются, вмонтируются, имплантируются в новую элиту, которая вот сейчас начинает как-то там в бродилове войны и военного стана, военного, как там, военный стан, военного положения, так, вот, начинают оформляться как, но уже послевоенная элита. Это раз, во-вторых, укрепление силовой составляющей власти, или силовизация власти, или политизация силовиков, так, и оформление их, или перевод их, трансфер из силовых компетенций в политические силовые компетенции, так, и функции, говорит о том, что власти готовятся к поствоенной ситуации, потому что если война не закончится абсолютной полной победой над врагом, а закончится каким-то промежуточным состоянием, то не исключено внутриполитическое турбулентное, значит, не надо готовиться, ее надо упреждать, в том числе и с помощью вот таких новых лиц во власти, не гражданских, а выходцев из разных силовых структур. А можно сказать... Вижу в этом тренд, тренд на укрепление, скажем, или на рекрутинг элит, так называемый, так, рекрутизация или подставка делается на выходцев из силовых структур в новую административную и политическую элиту, которая формируется, начинает формироваться, оформляться на наших глазах в режиме реального времени и в режиме нон-стоп. Можно ли сказать, что таким образом власть, я имею в виду во главе Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» готовится к выборам, убирая, можно, если сказать, запачканных, да, людей, Резникова, который замешан, подозревается в коррупционном скандале, его снимают, оставят человека, который является любимцем у народа, потому что Абуданов, да, вот, да, да, и любимец, да, и он не только, президент его очень ценит, да, так что, да, медийное, новое, молодой, молодой, новый, героический, дерзкий, смелый, ну, вот вам портрет нового политика, новые, новые элиты, вместо старой торгашей, Решал, Дельцов, Деловаров и других любителей дешевта за государственный счет, вот, начинают формироваться люди военного времени, я бы не сказал военные, но элиты военного времени, военного положения, с другой репутацией, с другим бэкграундом, у которых нет за спиной там кукловодов, олигархов, спонсоров соответствующих, участия в ток-шоу и любимцев там, медийных любимцев, отдельных олигархов и их каналов, все, это уже люди, у которых репутация, возникла репутация и компетенции, и популярность, и медийность возникли в условиях военного времени, героического военного времени, время героев, не время торговцев, бизнесменов, крутых и не очень крутых решал, а вот таких героев, героическая эпоха, вот она спрос на героические их личности, да, поэтому, конечно, и вот такая популярность заложного, популярность Буданова, и понятно, что здесь обычный, обыкновенный, ну, хотя и достаточно профессиональный министр, юрист, так, по образованию, может уступать с пиарной, политической, медийно-политической или политтехнологической точки зрения, уступать молодым, раскрученным героям, украинской отечественной войны, но так же много было, часто, когда они, как бы, не просто политизируются и создают новую партию военных, нет, а как постепенно им открывают шлюзы, открывают каналы и каналчики для того, чтобы они постепенно интегрировались в элиту под чутким присмотром руководством как высших эшелонов власти, верховного политического руководства, так и западных партнеров Украины. Продолжение темы, Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» также призвал всех нардепов ОПЗЖ сделать правильный выбор для себя. Его прямая цитата «Призываю депутатов от ОПЗЖ сделать правильный выбор и сложить мандаты». Это касается всех, как идеологических сторонников, так и тех, кто жестко ошибся с политическим выбором. Мы помним голосование, которое поддерживало ОПЗЖ, где слуги добирали у них голоса и так далее. Это всего лишь громкие заявления, либо действительно зачистка коснется и депутата вот партии ОПЗЖ? Там частично идут, скажем, сдают полные мандаты. Сдают мандаты, а что там действительно делать? Время другое. Я вообще не знаю, зачем большим дядям, дядькам из бизнеса вообще идти в Верховну Рад как бы там сидеть. Никто так не делает. В всяком случае развитых демократиях. Все самые серьезные люди сидят там в Лондон-Сики, Уолл-Стрит, так, в долинах силиконовых, еще где-нибудь, в каких-нибудь башнях, либо на островах, либо на яхтах в море. И оттуда ведут управление бизнесом, политиками и так далее. Остальным занимаются нанятые и избранные политики профессионалы. Демагоги, хорошие спикеры и так далее. Ну, политика это любой демагог. А бизнес, он человек, люди дела, а не демагоги. А для политики, для того, чтобы промывать мозги людям, нужны яркие демагоги, популисты, хорошие спикеры, ну, тех, у кого язык подвешен. Так, и по принципу работает Емеля и так далее. Но, если, поэтому надо переходить уже на западный стандарт политической сферы, которая тесно связана с бизнес-сферой, но серьезные люди, государство, образующая группа, это люди в тени, за кулисами. А передовой фронтир, отряды, передовые политики, это политики на сцене. Не за сценой, а на сцене. А серьезные люди за сценой. Ну, так везде. Посмотрите на американскую политику, посмотрите, на британскую, на те, где давно уже отработаны вот эти механизмы и процедуры репрезентативной, так называемой, представительной демократии. Но, если говорить вот на этом заявлении Архами, то оно направлено косвенно против Вермака. Почему? Потому что, действительно, когда не хватало голосов, слуг народа для проведения тех или иных решений, часто обращались к вот той группе, которая осталась, но ПСЖ уже нет, она называется платформа за житя и мир. Но остались люди. Вот они часто поддерживали, понятно, из каких соображений поддерживали решение слуг народа. Не исключаю, что, когда офису президента нужны были решения, то часто же сопротивляются именно слуги народа. Почему? Ну, потому что их от довольствия сняли во время войны. Все это знают, все это давно утверждают. До войны они были на довольствие конвертационно. Сейчас нету такого довольствия. Поэтому начинают там как бы выпендриваться некоторые. Поэтому, чтобы не выпендривались, вот такое получили. Но, видимо, Арахамия дал гарантию президенту, что он будет работать как глава фракции нашей слуги народа. Он дает гарантию, что никаких внутренних бунтовщиков, диссидентов не будет. Поэтому дискатии не нужны нам вот эти резервные голоса из тех, кого он называет или кого он призывает сложить свои полномочия. Это укрепить себя. Потому что, если он скажет президенту, я гарантирую, что наша фракция в едином порыве будет поддерживать все ваши инициативы, ну, понятно, что возрастает его роль операционная, как оператора в собирании голосов слуг народа в Верховном районе. Его роль повышается как главы фракции. Понятно, что тогда ближе и президенту и так далее. Сейчас эту проблему легко решает Ерман. В так называемом режиме смешанных большинств или одноразового большинства. Где могут собираться разные фракции, голосуя за тот или иной законопроект. Ну, а если уже существо говорить, для того, чтобы кто-то сдал мандат и так далее, нужно либо желание, либо какие-то основания юридические и так далее. Но я бы, знаете, еще не забывал одну такую вещь. Если все-таки избрали, если что, электорат этот. Понятно, что намного меньше его сейчас. Намного, намного меньше по разной причине. Но он еще остается. Так что эту ситуацию тоже надо учитывать. И последнее, ну, если готовиться к выборам. А к выборам готовятся. И уже некоторые совещания проводятся. Кастинг некоторых политтехнологов приходят с предложениями своими и слушают их проекты, что они хотят. Поэтому не исключено, что и к выборам на октябрь 23-го года. Я уже не говорю, президентские выборы точно будут. Парламентские еще не знаю. Не могу тут с твердой уверенностью заявлять. Но готовятся к выбору. А то, что, смотрите, как власть бьет по людям крючков. Вот мэру Чернигова запретили на год выполнять свою служебную обязанность. от Рощенко. Человек, неформальный лидер Чернигова Черниговской области. Человек еще был губернатором Черниговской области. Еще в нашей Украине начинал. С Ющенко 20 лет назад. Теперь он мэр Чернига. Вот его суд на год отстранил от выполнения функций мэра. Близкий человек к Виталию Кличко. Значит, борьба с мэром идет. Я не говорю, что там раньше был Корбана. Не пустили в страну, как эти мандаты, точнее, не мандаты, гражданства тоже. А с гражданством проблемы возникают. Но понятно, что без Корбана и Филатова намного труднее. Днепр, а сейчас из-за приедет новый губернатор, он приедет, новый глава. Выходец из Альшу. Так? Или СБУ. Генерал СБУ. Это другая история, между прочим, для местных элит. Потому что Днепр был поделен. Часть Коломойского, часть Филатова, Корбана, часть Загид Краснов. А вот сейчас там силовик будет. И так постепенно, постепенно, да, еще остается там Одесса, Харьков. Ну, в Одессе уже с самого начала войны Марченко военный выходец из Айдара, если не ошибаюсь, батальон. Вот он там. Так, и там сейчас чистая идет об администрации из тех старых кадров, которые еще достались Марченко. Ну, Харьков еще остается. Так, но там пока удерживают и Терехов, и Синьорубов, но все может быть. А я не исключаю, что если будут выборы досрочно, например, президентские, парламентские, то они могут быть одновременными. И местные выборы, и парламентские выборы, и президентские. жахнуть так на вот этой волне победной, чтобы не успели помниться оппоненты, соперники, и так далее, и смотришь уже после выборов, все люди расставлены мэрами, мэры больших городов, обладминистрации, Верховная Рада, и так далее, единая президентская вертикаль. Турбулент на пороге интересных событий, не только военно-военность, так и на фронтах, потому что все готовятся к наступлению. Все время говорят, русские готовят наступление, вот-вот они пойдут, и так далее. Мы готовим наступление, уже получаем, первой партии можем получить скоро бронетанковые техники, тяжелые бронетехники, вот за самолетами сейчас как бы будет битва. за самолеты, так, вот, но пока там, как бы, истребители могут, скорее всего, дать для того, чтобы уничтожать российские самолеты, бомбардировщики, так, истребители, а вот дадут ли штурмовую авиацию, как бы, вот это же важный момент, которая должна прикрывать наступление с воздуха, бомбить позиции, сбрасывать бомбы на позиции врага, вот это еще, как бы, важный момент, но это больше военно-технически, поэтому не буду развивать эту тему, есть люди, которые там так лучше, сто процентов знают, а, значит, и внутриполитические события нас тоже ждут, все, потому что война, год войны, это год войны, это очень серьезная вещь, я вот говорил, уже сегодня, по-моему, издание, что такое год войны, если около десяти миллионов человек, ну, семь миллионов точно за рубежом, еще три миллиона туда-сюда ездят, уезжают, кто-то, семья живет, многие живут, семьи, жены с детьми, живут за рубежом, многих чиновников, как мы знаем, оказываются в Испании, семьи, они тут работают, на удаленке, наезжают, приезжают, кто-то уезжает, вот сколько уже было таких случаев, когда засвечивались чиновники, и местные, и центральных органов власти, где-нибудь там, в хороших, теплых местах в Испании, во Франции и так далее, но, так вот, год проходит, а что, еще один год, вот жить в таком режиме, когда часть семьи здесь, а часть семьи за рубежом, а что через два года будет, а через три года, будут ли эти семьи сохранены, можем ли мы быть или существовать в режиме такой полурассеянности, полурассеянного народа, рассеянного потом, по странам, где только нету, и в Израиле, и в Турции, но я не говорю, что там части в России есть, которая восточных регионах Украины, ныне оккупированных, так, вот, а там Германия, Польша, Нидерланды, Испания, это есть официальные беженцы, а есть просто семьи, вывезены были, с самого начала войны, это как-то привыкают к этому, там живут отдельной жизнью, тут живут отдельной жизнью, деньги идут туда, оплачивают, и как-то, а как так может быть, а дети вернутся, если дети в школу, как они могут нормально, ну, понятно, что дети у нас способные, есть учеба, а если посчитать, онлайн-учеба у нас идет в той или иной форме, с ковида, который начался в 20-м году, уже три года, фактически нет нормальной школы, школа же это не только получить знания, это еще территория социализации, игровые площадки, контакты с ровесниками, прямая, прямой контакт, учитель-ученик, это же очень важные моменты, воспитание, социализация, взросление и так далее, а когда сидят все в онлайнах или там уроки проводят, кто-то сидит в Гиндерландах, кто-то в Польше, кто-то в Германии, кто-то в Испании, в Италии, собирают, ну, сколько это может быть, три года, еще пять лет или как, кто тогда выйдет на выходе, кто будет на выходе, какой-то ученик выйдет на выходе, и по семьям тоже, представляете, это уникальная вещь, сколько еще в эмиграции будут миллионы украинцев находиться, так что все-таки, я думаю, склоняются все к тому, что надо, и не только по этой причине, но по другим причинам, война, вот заканчивается решающее наступление сейчас, решающая попытка добиться военно-стратегического перелома, изменение военно-стратегической ситуации в свою пользу, а там уже пойдет ситуация к затуханию и к какому-то процессу прекращения огня, мирного регулирования, дипломатического и так далее, дипломатических каких-то треков, переговоров и форматов. Дай Бог, чтобы это было в самое ближайшее время, чтобы как можно меньше гибнуло мирных и военных людей. Страну надо собирать, собирать надо, во всех смыслах этого слова, побеждать и собирать. Спасибо вам большое, Вадим Карасев был с нами в эфире канала Политбюро, обязательно подписывайтесь на канал Политбюро, если вы еще этого не сделали, подписывайтесь на канал Вадима Карасева, все ссылки мы оставляем внизу, а я говорю вам до скорой и новой встречи. Берегитесь себя.